Я приветствую аудиторию информационно-аналитического портала Союзного государства. И сегодня мы проводим интернет-видеобрифинг «Экономические итоги 2013 года и прогнозы на 2014 год». В брифинге принимает участие ДК экономического факультета Белорусского государственного университета доктор физико-математических наук Михаил Михайлович Коваров. Михаил Михайлович, здравствуйте. Михаил Михайлович, самым значимым экономическим событием минувшего года стало предоставление Белоруссии российского кредита. Недавно были озвучены условия этой финансовой сделки, 4% годовых. Деньги будут выключены только при условии выполнения обязательств по кредитам, которые ранее были предоставлены России, а также по кредитам из антикредитного фонда «Имразес». Как Вы оцениваете такие условия и какова экономическая вывода от такой сделки для обеих сторон? Условия можно назвать неплохими. 4% – это не 10%, понятно, это нормальный процент. Что же касается условий по безусловному погашению ранее взятых обязательств, то здесь, по-моему, проблем у Беларуси никогда не было. Весь этот год Беларусь с ювелирной точностью выполняла свои обязательства перед Международным валютным фондом, рассчитывалась по другим кредитам, выплачивала проценты. Поэтому я думаю, что таких проблем не будет, и эти условия не являются применительными. Что же касается Ваших слов, что это наиболее значимое экономическое событие года, то я, наверное, не соглашусь с этим. Это, скажем так, неплохой заключительный аккорд года, потому что данный кредит позволит стабилизировать валютные рынки, позволит пополнить золотовалютные резервы, которые несколько у Беларуси за текущий год уменьшились, и не столько по причине выплаты долгов. Беларусь как раз правильно рассчитывала и накапливала валюты для выплаты долгов, но у Беларуси специфика, значительная часть, около третьих золотовалютных резервов, это золото. Где-то около 30 тонн золота лежит у нас, так сказать, в запасниках Национального банка, а оно в течение года довольно существенно все-таки подешевело. И поэтому вот эту разницу и восполнит данный кредит, и стабилизирует валютные рынки. Будут стабилизированы валютные рынки, видя, что золотовалютные резервы в Беларуси значительно увеличились, значит появится возможность снизить ставку рефинансирования, будет снижена ставка рефинансирования, деньги станут более дешевыми, экономика все-таки начнет развиваться чуть быстрее, а следовательно у нас практически нет предприятия, у которого не было бы партнеров в России, поставляющих материалы, комплектующие и на худой конец энергию. И поэтому в целом это даст импульс развитию экономики и развитию в целом нашего единого экономического пространства. Что же касается вот слов значимого события, то для Беларуси с ее социально ориентированной рыночной экономикой, я бы, наверное, наиболее значимым событием назвал существенное повышение Беларуси в рейтинге организации объединенных наций, которое произошло в этом году. Мы заняли 50-е место, это отметил даже в новогоднем послании президент и разъяснил, почему это произошло. Беларуси, во-первых, удалось за два последних года существенно увеличить продолжительность жизни. Сегодня Беларусь находится на одном из первых мест среди стран, особенно по продолжительности жизни. У нас улучшились показатели рождаемости. А, как вы знаете, для России и для Беларуси это очень важная проблема. У нас уменьшается доля экономически активного населения, население стареет. И, наконец, Организация Объединенных Наций сосчитала, что дети, родившиеся в 2013 году, будут уже учиться в 16 лет. То есть, фактически, все, кто родился в этот год, получат полноценное высшее образование. Благодаря этому Беларусь стала 50-й в мире и первой среди всех стран СНД. Это, на мой взгляд, очень важное событие. И вторая часть. Я сказал, что мы социально ориентированная экономика. Для нас очень важно, чтобы не было значительного освоения населения. И на сайте той же Организации Объединенных Наций вы найдете, что коэффициент социального неравенства, так называемый, коэффициент жизни, для Беларуси равен всего 27 с небольшим процентом. И по этому показателю она находится где-то между Швецией и ФРГ, но примерно на девятом месте в мире. Я подчеркну, то есть, мы одно из государств, ясно, что мы беднее пока и Швеции, и ФРГ, но социальное освоение в Беларуси, как и было объявлено еще где-то 18 лет назад, когда мы перешли на президентскую форму правления, было объявлено, что у нас своя модель экономического развития, мы строим социально ориентированную экономику. И вот это, на мой взгляд, одно из наиболее значимых событий года. Михаил Михайлович, в наступившем году должна завершиться работа по созданию Евразийского экономического союза, который должен начать свою работу с 1 января 2015 года. Как Вы оцениваете значимость этого нового интернационного объединения и какие роли в нем займут каждая из трех стран? Евразийский экономический союз, наверное, действительно очень значимое событие, пользуясь той же терминологией. И вот почему. Первая половина 21 века сулит нам, несет нам существенные, лучше, наверное, сказать, радикальные изменения в глобальной экономической географии. На смену известной парадигме юг-север придет парадигма восток-запад и восток в лице Китая, Индии, динамично развивающихся Индонезии, Вьетнама. Появился даже новый термин. Быстро развивающиеся страны, их экономики станут, по крайней мере, экономикой Китая самой большой в мире, подойдет даже экономику и США, и Евросоюза. И вот эта новая экономическая география, она несет и другую особенность. Конкуренция в мире становится существенно более жесткой. Товары, произведенные в Азии, вытесняют в каждой стране национальные товары, тормозят экономический рост. В этом, кстати, одна из причин нынешнего кризиса в Евросоюзе и долгового кризиса мирового. Все задолжали Китаю и другим азиатским странам. Поэтому в мире, когда мир станет многополярным, когда будут доминировать Китай, США, Индия, конкуренция действительно станет очень жесткой и очень трудно будет продвигать товары. Для этого надо объединяться, интегрировать усилия, создавать единое не только товарное пространство, но и единое образовательное пространство, единое научное пространство Евразийского Союза с одной единственной целью, чтобы на всем пространстве, от Владивостока до Бреста и до станции Казахстана, на границе с Китаем, мы начали строить вместе экономику знаний, современную экономику 21 века, и производить те товары, которые сможем продать даже Китаю. А сегодня очень трудно придумать что-нибудь такое, что можно продать Китаю. И наши расчеты показывают, что синергия от нашей интеграции, особенно если она будет обращена не на продажу нефти и газа за пределы Евразийского Союза, а если она будет направлена на то, чтобы из этих нефти и газа сделать товары 21 века, нефтехимию 21 века и так далее. В этом случае вполне реально, особенно если к Евразийскому Союзу со временем присоединятся другие страны, СНГ, очень важно, чтобы, подумав, он все-таки присоединился к нему. И Украина в этом случае появится реальная возможность, если не догнать трех гигантов Китая, США и Индию, то, по крайней мере, стать вове с Европейским Союзом. Ибо Европейский Союз даже 27 стран, когда-то имевших почти треть мировой экономики, постепенно начнет сжиматься. И это просто очевидно, в силу разных причин. И по многим прогнозам мозговых центров Запада, Евросоюз будет где-то составлять только 10% мировой экономики, на 10% это была когда-то доля Советского Союза в мировой экономике, может выйти новый интеграционный блок. Поэтому я очень оптимистично смотрю на будущее Евразийского Союза, но при одном условии, если мы вместо того, чтобы долго дискуссировать, по какой цене Беларусь будет получать нефть и газ, и в каких количествах, просим все силы на то, чтобы восстановить то былое советское величие советской науки, советского образования в новом условии, в 21 веке, и показать, что мы можем строить экономику знаний. Еще одно интеграционное объединение, Союзное государство, по мнению многих экспертов и политиков, нуждается в новом этапе развития, введение единой валюты. Как вы цените возможность принять введение в Беларусь российского рубля, и насколько необходимо поднимать эта мера, как она поднимает на развитие в беларусской экономике? Я думаю, что введение единой валюты пока прежде времени договорить. Лучший пример этого Европейский монетарный союз. Сейчас практически все экономисты согласны, чтобы если бы Греция, например, была собственная валюта, она легче пережила бы нынешние проблемы. Есть и другой пример. Наша соседка Польша – одна из самых успешных восточноевропейских стран. Она и кризис хорошо пережила, и сейчас ее экономика достаточно быстро развивается, но она по-прежнему не спешит переходить на евро. Поэтому в наших условиях спешить с переходом на единую валюту, будь это российский рубль или это будет некая другая общая валюта, не следует, хотя я, в принципе, допускаю такую возможность. Но первое, не применнейшее условие для того, чтобы только обсуждать эту проблему, это единые цены на энергоносители. Казахстан и Россия – экспортеры нефти, газа. Беларусь, наоборот, импортер. И не имея единых цен, мы никак не можем иметь единую валюту. У нас единственный способ улучшать торговый сайт с Россией – это постепенно девальвировать белорусский рубль по отношению к российскому. Ибо при разных ценах на газ, как есть сегодня, наша продукция будет в России неконкурентоспособной. Поэтому еще раз подчеркну. Первое, не применнейшее условие – единые цены. И полная свобода передвижения нефти и газа на территории Евразийского союза без всяких лимитов, сложных договоренностей, что Беларуси в 2014 году поставят 20 миллионов тонн нефти или какую-то другую сумму. Причем для Беларуси не так уж важно, какой будет цена на нефть и на газ. Ясно, что она должна быть больше мировой. Важно, чтобы она была одинаковая на всей территории нашего единого таможенного пространства. И переходить мы можем какой-то так, но постепенно. Никто, например, не запрещает уже сегодня «Газпром», «нефтяным компаниям российским» в расчетах с Беларусью перейти на российские рубли за немц и газ. Вот это очевидно, что говорить о каком-то переходе на единую валюту нельзя, пока единой валютой для «Газпрома» и для «нефтяникова» является доллар с ржавом. Кстати, переход только вот в этих расчетах, учитывая значительные объемы нефти и газа, перерабатываемых на территории Беларуси, переход только вот в этом секторе на российские рубли дал бы значительный эффект и позволил бы и раздумать, в России и Беларуси, высвободить доллары, направив их на закупку новых технологий, новых товаров современных. Михаил Михайлович, важным событием для нашей страны в ближайшем времени может стать создание пяти холдингов совместно с российскими предприятиями. Насколько это выгодно для белорусских предприятий и смогут ли совместные холдинги выдержать конкуренцию на европейских странах, либо им нужно остаться на узком экономическом пространстве в родине Российского экономического союза. Очевидно, что создавая холдинги, мы должны думать об одном, как повысить их конкурентоспособность, и не столько даже на рынках Евросоюза, для наших товаров там достаточно небольшая ниша, надо думать о рынках Азии, Латинской Америки, Африки. Мировая торговля именно в это десятилетие будет существенно менять свою географию. Главными импортерами в мире станут азиатство и государство. Если сегодня Китай является первым экспортером в мире, то есть прогнозы, по которым видно, что он может стать и первым импортером в мире. В Китае стремительно растет средний класс, меняется структура рациона питания, и Китай даже при его колоссальной производительности не сможет полностью обеспечить себя многими товарами, хотя бы в силу ограниченности природных ресурсов. Поэтому здесь у нас есть значительный резерв, и повысить конкурентоспособность возможно только одним способом. Это создавая крупные транснациональные корпорации, мы их называем холдинг. Приоритетность здесь, мне кажется, может быть даже следовало бы чуть сдвинуть. Мы очень много дискуссируем по поводу автомобильного холдинга, и мне кажется, что переговоры здесь идут трудно и очень долго по одной простой причине. Здесь мы, наверное, в значительной степени конкуренты, а не только партнеры. Но есть просто очевидные области, где нам надо спешить создавать холдинги. Я уже называл это так же нефтехимия. Зачем? Трубы не успевают качать российскую нефть и газ в ту же самую Европу. Зачем строить новые нефтегазопробные? Проще было бы построить, скажем, на территории Беларуси еще один нефтеперегонный завод, в дополнение к Полоцкому и Мозырскому, и продавать в Европу уже переработанную нефть. То есть продавать нефтепродукты, в этом случае выручка существенно больше получается. И Беларусь могла бы стать, скажем, евросийским Роттердамом для России. То же самое касается нефтехимии. Беларусь была, скажем так, не только сборочным цехом в советское время, но и нефтехимическим цехом. Весь мир знал белорусские полиэтилены, полистиролы, штабельные волокна и так далее, и так далее. Эти заводы несколько нуждаются в модернизации. И объединив усилия российские нефтедоллары с белорусскими заводами, мы могли бы действительно выйти с хорошей продукцией на мировые рынки. Далее в Беларуси три завода по производству минеральных удобрений. И азотные, которые делают из газа, и калиниевые удобрения собственные, и фосфорные удобрения, которые делают в основном из российского сырья, мы могли бы снабжать ту же Европу всех фермеров европейских сложными удобрениями. Надо было бы уже давно построить. Ну и, наконец, просто очевидно, и даже прогнозы Всемирной продовольственной организации, длинные до 30-го года, до 50-го года, возлагают надежду на продовольственный сектор Евразийского союза и, в первую очередь, на Чернозелы России. Потому что население нерасстремительно растет. Сегодня у нас 7 миллиардов. К 50-му году, по некоторым прогнозам, будет уже 10 миллиардов. И прокормить даже по минимальным стандартам такое население, нужно очень много продуктов питания. Поэтому все прогнозические центры предполагают, что Россия возродит то сельское хозяйство, которое было где-то в 13-м году в Царской России, когда на это подшло, и не только зерно, и мясо, молочные продукты. И это можно делать успешно вместе с Беларусью, где мы действительно существенно дальше продвинулись и в создании современных молочно-товарных ферм, и в том же птицеводстве, и по многим другим направлениям. Поэтому просто очевиден холдинг, который должен был бы быть общий от сельскохозяйственного машиностроения. Он, конечно, наверняка со временем будет создан в Беларуси, но если бы он был в том числе с российским капиталом, мы могли бы сделать более существенный рывок. И ясно, что потихоньку оно восстанавливается, было сотрудничество в области оборонной промышленности. Но просто очевидно, что научный потенциал Беларуси, сохранившуюся в приличном виде Академию наук, вполне можно использовать для вот таких совместных прорывных технологий по шестому технологическому укладу. Только в этом случае Евразийский Союз может стать конкурентоспособным. Поэтому я еще раз подчеркну, с холдингами мы и так заплазниваем. Здесь надо спешить. Нам нужно как можно быстрее создавать транснациональные корпорации. Михаил Михайлович, в 2012 год для белорусской экономики нельзя назвать успешным. Почти все основные годовые параметры экономического развития оказались ниже запланированных. Что ожидает экономика Беларуси в наступившем году? И удастся ли белорусским властям выяснить эту ситуацию в тот числе с помощью огромных кредитов? Я не смотрел бы так пессимистично на 2012-2013 год. В 2012 году тоже уже экономический рост был не столь значимым. И разумеется, кредит в 2 миллиарда, но никак он может дать такой уж большой импульс нашему экономическому развитию. Это не 15 миллиардов, которые Россия предлагает Украине. Хотел бы объяснить, почему произошло замедление экономического роста. Я уже сказал, что с 1995 года, когда у нас стал президентом Александр Григорьевич Лукашенко, Беларусь очень динамично развивается. Валовый внутренний продукт в 1995 году на душе населения был всего 3400 долларов американским по паралитетным ценам. За 2013 год он уже перевалился за 16 тысяч. То есть наше население стало жить почти в 5 раз лучше всего за 18 лет. По темпам роста в течение этих 18 лет, если пойти на сайт Международного валютного фонда, можно увидеть, что темп роста в американских долларах по паралитетным ценам в среднем в Беларуси был где-то 9,6% в год. Это китайские темпы роста. И понятно, что после 18 лет такого большого экономического роста, что некоторые даже эксперты за рубежом в научном сообществе, не в политическом, где Беларусь не очень хорошо отзываются, а в научном сообществе, на научных конференциях называли восточноевропейским тигром. Впрочем, многие называют Казахстан среднеазиатским. Те, как у Казахстана, тоже были очень высокие темпы роста. Поэтому ясно, есть такая теория циклического развития длинных голубей и так далее. Ясно, что после такого длинного периода высоких темпов роста нужно некий период, 2-3 года, в течение которого происходит перестройка. И мы переходим от интенсивных темпов роста сейчас, в течение этих лет, пытаемся перейти к качественному росту, чтобы рост шел не только за счет очень высокой доли инвестиций в валовом внутреннем продукте, но и в том числе и за счет отчасти эмиссий, которая вызывала в нашей стране довольно частые девальвации. Сейчас мы научились жить в прошлом году в условиях без дефицитного бюджета. У нас нет нефтедолларов, нет других, так сказать, легко добываемых. Только продавая продукты питания, продавая нашу продукцию машиностроения, мы все-таки сумели иметь хоть небольшой рот, просто в условиях, когда сжались и европейские рынки. Наш экспорт в этом году в Европу где-то уменьшился почти на 40%. А вот еще один аргумент в пользу Евразийского Союза, даже в этот труднейший год, когда в России сворачивались многие инвестиционные программы, скажем, по добыче угля, а туда идут наши карьерные самосвалы, ну и многие другие по поддержке фермеров, а туда идут наши трактора и комбайны. Но даже в этих условиях экспорт в Россию в этот год вырос почти на 4%. Экспорт в Казахстан вырос, по-моему, почти на 5%. Экспорт в Казахстан вырос на 5%. То есть это именно эффект создания единого таможенного пространства и постепенного строительства единого экономического пространства. Так что я не называл бы этот год проваленным для белорусской экономики. Да, были приняты более высокие обязательства, но я еще раз подчеркну, в социальной сфере они выполнены, выполняются по большинству приоритетов, по большинству из 8 приоритетов, одобранных 4-м Всеволонским собранием, в комплексе за 3 года нашей 4-й пятилетки. Мы сумели даже в этот трудный год построить практически 7 миллионов квадратных метров жилья. И сейчас Беларусь является среди всех стран СНГ лидером по количеству квадратных метров на жителей Беларуси жилья. Это где-то уже сейчас приближается к 25 квадратным метрам. Такого нет даже у многих стран Германа Союза. И поэтому я в целом оптимистично смотрю в будущее. Если мы будем думать о будущем, то мы меньше будем придумывать барьеры на пути наших таланов, меньше будем придираться к санитарным нормам. Ну вот сейчас уже исчезла эта грозная фамилия Ищенко, который иногда якобы находил то в нашем молоке, то в нашем мясе, что хотя мы прекрасно понимали, и это признают и в Евросоюзе, куда мы уже начинаем небольшие партии продавать нашего продовольствия, что белорусское продовольствие является одним из лучших. Этот год не был плохим, скажем, для тех новых секторов, на которые мы в будущем возлагаем очень большие надежды. Я уже говорил, это продовольствие. Наш экспорт в этом году превысит где-то 5 миллиардов долларов. Экспорт на продовольствие от вообще очень небольшой страны. Это очень много для Беларуси. И есть все реальные возможности до конца пятилетки его дорасти до 7 миллиардов долларов. То есть те вложения, которые мы сделали в сельское хозяйство, начали давать отдачу. Начал стремительно расти экспорт у нас компьютерных услуг. Мы создали парк высоких технологий с беспрецедентными льготами. Но экспорт компьютерных программ, которые мы продаем на Запад, в этом году вырос, наверное, процентом на 20. Убежден, что будет и дальше продолжать расти. Растет экспорт логистических услуг. Беларусь расположена в таком месте между Европой и Азией, что даже начинаются сейчас небольшие поставки китайских товаров через Казахстан, Россию, Беларусь. Потому что Суэцкий канал уже не удерживает тех огромных потоков китайских товаров, идущих в Евросоюз. Убежден, что здесь можно, интегрируясь в евразийское единое такое пространство, мы можем создать действительно мощные логистические потоки по территориях наших стран. Туризм впервые в этом году, в 2013 году в Беларуси экспорт туристических услуг превысил импорт. По-прежнему наше население любит и много ездит, и в Турцию, и в другие страны мира, уже Украину, уже Россию. Но, еще раз хочу, россиян к нам стало приезжать намного больше. У нас стало трудно получить путевку в Беларусский санаторий, потому что россияне оказываются более проворными, и по интернету заказывают места вот там Нового года, когда длинны в России. Отпуск там около 10 дней, но практически все санатории Беларуси были заняты россиянами. Наконец, россияне очень любят приехать в Беларусь отдохнуть в наших агроусадьбах, отдохнуть в наших ресторанах, наконец, поиграть в наших казино. И еще раз хочу, это тоже хороший результат года. Я мог бы продолжать эту тему, но завершу ее одним словом, что вот такая интеграция позволит, если не восстановить былое величие Советского Союза, то по экономической мощи где-нибудь в середине столетия может появиться такое экономическое государство Евразийский Союз, которое станет в роли с Европейским Союзом. Дмитрий Михайлович, спасибо за полные ответы. На этом мы завершаем наш онлайн-видеобрифинг. Спасибо за внимание.